Поскольку заявление о пропаже двухлетнего ребенка было зарегистрировано в Тарбогатайском районе, туда же доставили людей, с которыми почти пять дней находился Андрей Чистяков. Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями были задержаны девушка, похитившая ребенка, и также с ней двое ее друзей. Один из задержанных, 23-летний Евгений Штаев, сейчас говорит, что непосредственно к похищению Андрея Чистякова отношения не имел. Похитительница поставила его перед фактом. Она приехала ко мне, я в кладовке там, на бабушке нажил. Ну все, говорит, хуй, вот, ребенка забрала я. Все, пошли на Богородский остров, там вот остановились. Мы вообще хотели ехать, Гусенозерск, там я жил, у меня там квартира. Штаев, отец второго ребенка Чистяковой, утверждает, что та ежедневно приносила к месту их временного обитания деньги, рублей по 500. Говорила, что получает наличное за мытье посуды. При нулевой температуре на улице, как ребенку вообще ночевать-то? Двух годового ребенка. Я не знаю. Еще одна знакомая Вероника Чистяковой говорит, что не знала, что мальчика похитили. Ей объяснили, что Андрея Чистякова взяли у бабушки на время. О том, что горе-мать лишена родительских прав, она тоже была не в курсе. Три дня беглецы жили у Анастасии на Богородском острове. Где он спал? В палатке мыли его, воду подогревали специально, мыли его. Зачем забрали тебе? Я не забирала. Ребенок сейчас в настоящий момент находится в больнице на обследовании, то есть состояние ребенка выясняется. За маленьким Андреем, который сейчас находится в Мухаршибирской центральной районной больнице, сразу же уехала его прабабушка, которая ранее и заявила о пропаже ребенка. Биологическая мать Андрея задержана. За похищение сына ей придется отвечать по всей строгости закона. Алексей Унагаев, Намсарай, Намсараев, Сергей Устинов. Новости дня.